Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами будем говорить о драгоценных минералах. Честно говоря, я сам очень увлекаюсь самоцветами, но мои интересы лежат больше даже в области поделочных минералов. Я собираю поделочные самоцветы, и вот этот телекурс, он у нас будет посвящен различным драгоценным камням, некоторые из которых относятся к минералам, а некоторые самоцветы, даже которые к минералам не относятся. Но об этом мы поговорим с вами чуть позже. Человека всегда интересовали драгоценные и поделочные минералы. Может быть, поэтому самая древняя часть истории человечества называется каменным веком. И действительно, еще в глубокой древности, например, для получения металлов, нужно было уметь распознавать различные камни, изучать и систематизировать их свойства. Пожалуй, наши далекие предки неплохо знали свойства минералов. Ведь в далеком прошлом человеку нужно было распознать и найти минералы, например, для использования в качестве орудий, а позже для выплавления металлов. Они изготавливали из вязкого базальта или нефрита прочные молотки, а из хрупкого с острыми сколами кремня или обсидиана ножи, скрипки, наконечники стрел и копий. А из перита и кремня высекались искры, разжигающие огонь. Но самые таинственные, конечно же, прозрачные и яркие камни-самоцветы поражали воображение древних людей. Они наделяли эти камни магической силой. Получается, что изучение минералов является одной из древнейших отраслей естествознания. Так зародилась минералогия – наука о природных химических соединениях минералов. Минералогия – это наука о составе, строении, происхождении, свойствах минералов и изменении их под влиянием различных факторов. Когда же появились первые книги по минералогии? Пожалуй, это было время Древней Греции. Вот в Древней Греции здесь формулировались неясные предания старины и накопившиеся отрывочные сведения по минералогии. В трудах Аристотеля мы уже можем заметить некоторые страницы, которые были отведены различным камням и их характеристикам. Особый интерес у Аристотеля вызывали прозрачные, как слезы, кристаллы кварца. Но и он и его ученики объясняли их происхождение случайной игрой природы. Прозрачному кварцу они дали название «кристаллось». То есть, если мы попробуем перевести с вами с греческого, это будет означать «лёд». Кстати говоря, многие минералы встречаются в виде хорошо образованных кристаллов. Теофраст написал книгу о камнях. И фактически, наверное, он первый попытался собрать сведения о минералах. И с V века до н.э. сведения о самоцветах стали распространяться в Древней Греции. Ну вот, в частности, например, греческий поэт Аномокрит написал под именем Орфея стихотворение обо всех ему известных драгоценных камнях. Самоцветом приписаны чудесные свойства. Аномокрит видел в них динамические вещества, которые имеют особую таинственную силу защищать, привлекать расположение, фактически выполнять роль амулетов и талисманов. По мнению поэта, боги не могли отказать человеку в просьбе, если он вошёл в храм, имея, например, в руках самоцвет. Ну, в частности, например, он писал, допустим, про горный хрусталь. После утраты Греции своих господствующих позиций на первый план выходит Рим, стремительно который расширил границы своих владений. Свободные граждане довели роскошь в употреблении самоцветов до небывалых размеров. Таким образом, как мы видим, драгоценные камни уже с древности привлекали внимание человека. Кстати говоря, наша страна, Россия, одна из самых богатых ювелирными камнями стран. Алмаз, берил, изумруд, александрит, тапаз, цветные халцидоны, агаты, циркон, малахит, радонит, нефрит, чироид. Кстати говоря, чироид встречается только в нашей стране. И вот у нас на слайде, допустим, янтарь, который тоже, в принципе, значительный, больший процент янтаря, который используется в ювелирной промышленности, добывается тоже в нашей стране. В эфире рубрика «Загадочные драгоценные камни» и ее ведущая Ольга Гладкова. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем говорить о знаменитых алмазах. Самый знаменитый среди ярко-голубых алмазов «Хоуп» хранится в Смитсоновском университете Вашингтона США. Среди зеленых – «Дрезденец», в «Сокровищнице» в Дрездене, а розовые алмазы вы можете увидеть в Алмазном фонде России. Есть даже черные алмазы. Однако стоимость крупного, идеально прозрачного, бесцветного алмаза очень велика. Подобные камни всегда были величайшей редкостью, а самым крупным из них давали собственные имена. Например, Великий Могол по имени долго правивший в Индии династии, Каинур, что означает «гора света», Дерианур, что означает «море света». Ну а какова зависимость ценности драгоценных камней от их размера? Прямая и при отсутствии дефектов, которые очень часто обнаруживаются у более крупных камней. У алмаза, в отличие от других самоцветов, крупные ювелирные камни чаще всего бывают бездефектными. Ну вот как раз можно посмотреть, здесь у нас представлены разные самоцветы, и о многих из них мы будем говорить в наших рубриках, которые связаны с драгоценными камнями. Вот здесь у нас представлен янтарь, а также представлены ряд других камней, такие, например, как топаз, рубин и некоторые другие. Ну а у вас какой любимый самоцвет? Ну, самый любимый самоцвет – это топаз. Оно как раз на вас, как раз топазы и находятся. Мы узнали много интересного из рубрики. Действительно, алмаз, пожалуй, самый необычный минерал. Но какие же свойства делают драгоценные камни драгоценными? Существует три основных положения, позволяющие считать природные камни драгоценными. Красота, износа стойкости и уникальность. А что же такое камень? Это все твердые материалы, встречающиеся как на поверхности, так и в недрах земли – кремни, песчаники и так далее. Конечно же, земля построена не из камней, а из минералов и горных пород. Простое описание свойств минералов, установление их химического состава к концу XIX века фактически уже не отвечали общему уровню науки. Необходимо было понять процессы и условия происхождения, образования, что по-гречески означает «генезиса», минералов. Благодаря появившимся новым фактам, описательная минералогия уступила место генетической. И благодаря успехам в области генетической минералогии создали основания для возникновения еще одной науки – геохимии, основоположниками которых были знаменитые ученые – русский ученый Вернацкий и норвежский Гольшмидт. А дальнейшее ее развитие – большой вклад внес знаменитый русский геолог, специалист по минералогии и геохимии Ферсман. Геохимия изучает историю химических элементов, закономерности их миграции и распределения в земной коре и на планете в целом. Слои земной коры состоят из горных пород и минералов. Природные химические соединения или самородные элементы, возникшие в результате сложных физико-химических процессов, протекающих в земной коре или на ее поверхности, называются минералами. Ну а вот сам термин «минерал» происходит от слова «минера», что означает «кусок руды», камень, из которого получают металл. И на самом деле возникновение его теряется вдали веков. Кто, когда, где и при каких обстоятельствах придумал слово «минерал» – наверное, все-таки неизвестно. Возможно, этот термин родился в позднем Средневековье. А может быть, на заре эпохи Возрождения, где-нибудь в Саксонии или Богемии. Именно там, в рудных горах издревле, велась табыча олова, серебра, свинца и ряда других металлов. А вот в русском языке слово «минерал» появляется во времена Петра I. Согласно другой версии, слово «минерал» производится, происходит от латинского слова «подземный ход» – «штольня». И вот, возможно, русское слово «руда», появившееся в Средние века, является производным от старинного славянского «рудой» или «рудой», означающего «рыжий», «рыжебурый», «темный» или «жарко-красный цвет». А именно в такие цвета окрашены болотные руды Карелии, из которых впервые стали выплавлять железо. В ряде западнославянских языков слово «руда» означает «кровь», согласно глубинному смыслу термина горняков «руда» – как «кровь горных жил». Ну, на самом деле, на протяжении многих сотен лет минералы абсолютно не отличали от горных пород. И вот впервые их разграничил знаменитый немецкий геолог Вернер. Действительное отделение минералов от горных пород происходит уже только в середине XIX века. И в этот период появляется самостоятельная наука о горных породах – петрография. Разграничение горных пород и минералов базировалось на четком критерии – внутренней неоднородности, то есть кетерогенности минералов и однородности, гомогенности вторых. Ведь все горные породы – они состоят из минералов. Причем лишь в редких случаях в их составе резко преобладает какой-то один минерал. Кстати говоря, представления о том, что нужно понимать под названием «минерал», неоднократно менялись годами, развиваясь и углубляясь по мере совершенствования методов исследования минеральных веществ. И была тесная связь теоретических основ науки о минералах – минералогии. Особенно резкие изменения во взглядах на минералы произошли в последнюю четверть XX века. Итак, горная порода – это природная совокупность минералов, более или менее постоянного минералогического состава, образующая самостоятельное тело в земной коре. По происхождению горной породы можно разделить на три группы – магматические, метаморфические и осадочные. Минерал – это природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующиеся в результате физико-химических процессов в глубинах и на поверхности литосферы. Как раз минерал является составной частью горных пород, например, Земли, некоторых других планет, руд и метеоритов. То есть фактически минерал можно представить как природное химическое соединение, которое имеет определенную кристаллическую структуру, образовавшуюся в ходе природных геологических процессов. Ну, конечно, легенд связанных с минералами очень много, но, например, древние ученые считали, что горный хрусталь – это есть сгущенная горная вода, а рубин – застывшие капли крови чудовищ, а лунный камень – это камень из лунных лучей. И, конечно, в те времена не были известны способы химического анализа вещества, и люди, безусловно, не имели понятия о кристаллическом строении. Вот большинство минералов, они вот все-таки представляют собой кристаллические тела, и лишь немногие из них аморфны. Это слово по-гречески означает «бесформенный». Кристаллическое строение минералов выражено в их геометрически правильной многогранной форме – кристаллов, которые могут иметь правильную кубическую форму шестигранных и восьмигранных призм. По происхождению минералы тоже можно разделить на две крупные группы. Эндогенные – в переводе с греческого это слово означает «внутри», минералы, образовавшиеся внутри земной коры и верхней мантии, и экзогенные – «вне снаружи», то есть минералы, образовавшиеся в верхней части земной коры и на ее поверхности. Вот если говорить о том, сколько в настоящее время известно минералов, то тут цифры расходятся. Безусловно, более двух с половиной тысяч, причем некоторые все-таки ученые дают более большую цифру, но в принципе только около пятидесяти из них имеют значение в образовании горных пород, составляющих земную кору. Вот такие минералы называют породообразующие, а остальные минералы в горных породах встречаются в виде примесей. Минералы – это те природные химические соединения, которые состоят из атомов нескольких или реже одного химического элемента. Большая часть минералов представлена твердыми телами, хотя среди природных химических соединений имеются жидкие и газообразные. Итак, для минералов характерно образование в природных условиях, наличие определенного химического состава и кристаллическое строение. Мы говорили о том, что в земной коре установлено более двух с половиной тысяч минералов, но вот есть оценки, которые говорят, что эта цифра значительно больше, то есть до четырех тысяч. Но все равно это значительно меньше числа неорганических соединений, которые можно получить лабораторным путем, количество которых исчисляется десятками тысяч. Почему же минералов не так много? Ну, наверное, в первую очередь это связано с неустойчивостью многих химических соединений в условиях земной кары и переход их в более стабильное состояние. С существенными ограниченными возможностями термодинамических условий в земной коре. Там ведь у нас строго определенные границы температуры и давления. И относительно распространенность химических элементов, и также связано с их свойствами. В течение долгого времени драгоценными камнями, наряду с другими минералами, занималась минералогия. Однако, на рубеже 19-20 веков, на стыке минералогии и ювелирного тела, начинает складываться новая наука – гемология, которая постепенно обретает самостоятельность и, используя достижения минералогии в области изучения драгоценных камней, отделяется от нее, ну, сохранив, конечно же, с ней очень тесные свойства. Итак, что же означает слово «гемология»? От латинского слова «гемма», что означает «драгоценный камень» – это наука, изучающая драгоценные камни. Отличие гемологии от минералогии не только в изучаемых объектах, но и в задачах, подлежащих решению, в методах исследования, а также в аппаратурном оформлении. Гемология не только тесно связана с минералогией, но также и с петрографией, кристаллографией. Кроме методов этих наук, она использует различные методы, которые используются у нас в химии, физике, геологии, биологии. Ну, а вот в чем связана тесная связь с минералогией? В том, что большинство драгоценных и поделочных камней, они все-таки представляют собой минералы. Но опять повторюсь слово «большинство» не все. Потому что есть у нас ювелирные камни органического происхождения, о которых мы обязательно с вами поговорим. Минералы с древних времен и до наших дней составляют основной фонд драгоценных камней. Хотя в последнее время в массовых ювелирных изделиях искусственно полученные аналоги природных минералов потихоньку, но все-таки вытесняют драгоценные минералы. Но это связано, конечно же, с более низкой их стоимостью. Многие названия минералов были даны им во времена глубокой древности. Они давались горняками, алхимиками, специалистами. И обычно на древнегреческом, либо на латинском языках. Ну вот смотрите, есть у нас минералы, которые заканчиваются на дин и ит. Например, у нас на фотографии александрит. И вот это окончание происходит от слова «литос», что означает «камень» по-гречески. Кроме александрита в качестве примера можно привести «альмандин», «лавандин», «рубин», «чероид». Ну, кроме того, названия давались еще по ряду признаков. Например, по географическому. Допустим, «ильминит» от «ильменских гор» или «мусковит» от старинного итальянского названия Московского государства, который экспортировал этот камень в середине XVI века в Европу. Он использовался для застекления окон. Также минералы иногда называют в честь ученых и великих людей. Например, вернолит в честь академика Вернадского Ферсмит, академика Ферсмана Ершавит, профессора Ершова, гетит в честь Гёте, приживальскит в честь русского путешественника, исследователя Центральной Азии Приживальского, преображенскит в честь геолога Преображенского. Также, конечно же, названия давались и по физическим признакам. Ну, например, гематит. Он имеет кровавокрасную черту от слова «гематикос» — кровь по-гречески. По содержанию химических элементов, например, танталит, содержащий талий. Ну и, конечно же, по случайным признакам. К примеру, такие обозначения, как апатит, сфалерит, они означают обманщик, и даны сразу нескольким минералам, настолько похожим на другие, что различить их достаточно трудно. А вот в некоторых названиях даже отразились старые поверья о их якобы магических целебных свойствах. К примеру, нефрит против болезни почек, аметист против пьянства и так далее. Ну а теперь, вот, кстати говоря, еще один минерал у нас на слайде появился. Это раухтапаз. Вот на самом деле это тоже название не совсем верное, потому что раухтапаз топазом не является. А на самом деле это дымчатый кварц. То есть у нас бывают иногда названия, которые могут покупатели привести в определенное заблуждение. То есть для того, чтобы повысить, например, стоимость минерала. В частности, вот в данном случае дымчатого кварца. Ну а теперь давайте поговорим о самом знаменитом драгоценном камне. Алмаз. Это самый твердый минерал. Символ твердости, невинности и храбрости. Алмаз. Своё название он получил от греческого адамас, что означает «неодолимый, несокрушимый». В древней Индии название камня звучало как «тот, который не разбивается». Алмазы, без сомнения, самые популярные камни в самоцветном мире. Алмаз в отсутствии кислорода выдерживает, не изменяясь нагрев, до двух с половиной тысяч градусов. А при более высокой температуре, около трёх тысяч градусов, он, не плавясь, переходит в графит. На воздухе он загорается и сгорает при 850 градусах. Огранённый алмаз называют бриллиантом. Цель огранки – увеличить количество лучей, отражающихся от внутренней поверхности грани и выходящих через переднюю площадку. Только лишь огранка позволяет выявить все оптические свойства алмаза и придать особую красоту камню, блеск и замечательную гру цветных лучей. Алмазы, уже даже из того, что вы сейчас видели из слайдов, бывают самых разных цветов, которые оцениваются по специальной шкале. Ну, чаще всего встречаются камни жёлтых тонов. Более редки интенсивно окрашенные алмазы, ну, вот так называемых фантазийных расцветок. Они особенно высоко ценятся любителями. Ну, конечно же, цвет – это первое, что бросается в глаза при взгляде на драгоценный камень. Причиной различной окраски драгоценных камней является их способность поглощать и отражать свет. Драгоценный камень, пропускающий весь спектр оптического диапазона, кажется бесцветным. А если же весь спектр поглощается, драгоценный камень будет чёрным. Но вот когда поглощаются только определённые длинные волны, то камень приобретает окраску, соответствующую смешению оставшихся непоглощённых частей спектра. Белого света. Окраску драгоценных камней обуславливает наличие в минерале атомов ряда элементов. Например, железа, кобальта, никеля, хрома, марганца, титана, ванатия. Окраска драгоценных камней зависит от длины пути, как мы говорили с вами, проходимого световыми лучами сквозь минерал. Поэтому светло окрашенные камни стремятся шлифовать так, чтобы они казались толстыми, чтобы усилить поглощение света. А слишком тёмные камни шлифуют так, чтобы они стали тонкими. Это позволяет их немного высветлить. Красота самоцвета, пожалуй, прежде всего, проявляется в любовании цвета, который, наверное, нигде так не сохраняется, как в камне. Вот для описания цвета алмазов разработана единая международная цветовая шкала, так называемый ряд желтизны. Согласно этой шкале, алмазы самой высокой цветовой категории обозначались терминами ягер и ривер. Но, честно говоря, потом установили, что различия, существующие между алмазами этих двух категорий, обусловленные не разницей в свете, а явлением флюоресценции. Алмазы ривер голубовато-белые, но они на самом деле любому непрофессиональному глазу кажутся бесцветными. То есть вот эту цветовую гамму уловить достаточно сложно. И только специалист может различить свойственный им нежный, чуть голубоватый оттенок. А вот термин «yellow» обозначает бледно-желтоватый цвет. Кстати говоря, более крупные камни кажутся окрашенными гуще, чем мелкие. Но вот если говорить о данных терминах, о которых я вам рассказывал, сейчас они стали использоваться достаточно редко. Обычно алмазы бесцветные, но бывают в самой разной окраске – бурые, желтые, зеленые. В принципе, самый редкий цвет – это черный. Для обозначения цвета бриллианта принята определенная градация, которая включает в себя 12 цветов. Голубовато-белый, прозрачный, чисто белый, менее прозрачный, белый, с легким оттенком желтого цвета, с чуть более заметным оттенком желтого, с очень небольшим оттенком коричневого цвета, слегка желтоватый, светло-желтый, светло-коричневый и желтый. Но вот я говорил о том, что цветные алмазы их называют фантазийными. Их цена очень велика. Ну вот, если мы говорили о так называемых камнях ривер, да, хоть термин этот не используется, но это одни из самых дорогих камней, то вот среди ювелирных алмазов их меньше 1%. Следующий класс, который называется топ-весселтон, чисто белый, да, что значит – около 5%. А весселтон, да, просто белый – около 10%. Но, как правило, если мы говорим об алмазах, то обычно алмазы бесцветные или желтоватые, если говорить о тех, которые встречаются наиболее широко. Но цветовая гамма их тоже весьма различна – ярко-желтые, розово-лиловые, дымчато-вишневые, красные камни. Алмаз прозрачен, но иногда просвечивает, бывает он и непрозрачен. Вообще цветовая гамма минералов может быть абсолютно любой и включать полный спектр – все самые тонкие его оттенки. Наверное, если мы говорим о цветовой гамме, то главные соперники минералов – это цветы. Мир минералов восхищает и покоряет не только своим скульптурным совершенством, стройностью, изяществом форм кристаллов, но и своей живописью, ласкающим глаз многоцветием, поразительным разнообразием и, конечно же, великолепием палитрой красок. Цветовая гамма – от черных до фиолетовых цветов, до радостных всплесков ярких и насыщенных цветов, красных, оранжевых, желтых, до нежных и легких оттенков голубого, розового, желтого, салатового цвета. Откуда же берется все это неземное великолепие? Выяснение природы окраски минералов представляет собой очень непростую задачу. Многие конкретные вопросы, связанные с установлением причин окраски отдельных минералов, не выяснены до сих пор. Однако, диагностическое значение окраски минералов в целом сильно переувеличивается. Подавляющее большинство минералов может под влиянием самых различных факторов приобретать различный цвет. Различные цвета и оттенки минералов обусловлены их внутренним строением, наличием механических примесей и присутствием ионов-хромофоров. Цвет минералов является и ценнейшим признаком. Он во многом зависит и от условий минералообразования. Причиной различной окраски драгоценных камней является их способность поглощать и отражать цвет. Окраска минералов – это результат взаимодействия световых волн видимого диапазона от 400 до 740 нм с электронными оболочками материальных частиц, атомов, ионов и т.д., слагающих кристаллическое вещество, и с электронной системой кристаллов в целом. Мы говорили о том, что драгоценный камень, который пропускает весь спектр длины волн, он кажется бесцветным. А если наоборот спектр поглощается, если свет поглощается, то он черный. Когда из солнечного спектра как бы выхватываются некоторые участки в широкие области, узкие полосы, отдельные спектральные линии и их серии, и вот как раз минерал в этом случае окрашивается в цвета, дополнительные к цвету поглощенных световых волн. При слабом избирательном поглощении волн красного конца спектра у белого минерала, например, появится голубоватый оттенок, а при сильном поглощении красных лучей минерал окрасится в густосиний цвет. А вот у некоторых минералов окраска связана с изоморфными примесями, элементами, хромофорами. Это слово означает по-гречески «несущий цвет». В роли хромофоров выступают депереходные металлы. Это металлы, атомы которых имеют недостроенные электронные д-оболочки. А краску драгоценных камней обусловливает наличие в минерале атомов ряда элементов, как раз которые относятся к хромофорами. Кстати говоря, хромофоры могут проявляться, могут являться ими и F-переходные элементы. Эти элементы могут быть как в качестве примесей, что встречается чаще, так и в качестве главных видообразующих компонентов минералов. В качестве примеров минералов, содержащих в качестве главных компонентов ионопереходных металлов, которые определяют их окраску, можно назвать «Малахит», который у нас обладает таким ярко выраженным зеленым цветом, «Синеазурит», «Изумруд», «Рубин», которым окраску, в частности рубину, придает трехвалентный хром, «Радохрозит», ему придает марганец, «Хризалит», двухвалентное железо ему придает окраску. Примесь трехвалентного марганца окрашивает в розовые и сиреневые тона многие безжелезистые минералы пигматитов, такие как, например, розовый турмалин, рубелит, кунцит, апатит и такой вот эффектный камень, как гердерит, а также розовый берилл, воробьевит. Как мы видим, что окраска, безусловно, существенно меняется, как и «Малахит», когда, в частности, мы говорили об ионах меди, так и в данном случае. Но все-таки главным красителем является в самоцветном мире железо, которое, в зависимости от степени окисления, от концентрации, может придавать минералам различные оттенки желтого, зеленого, красного, розового, коричнево-бурого и даже синего цвета. А также, особенно при высоких содержаниях двухвалентного железа, сообщать им черный цвет и непрозрачность. Окраска зависит не только от электронной структуры катионов, хромофоров, но и от создаваемого ими кристаллического поля. К примеру, ионы железа всегда поглощают красный свет, поэтому содержащие их минералы обычно окрашены в зеленые цвета разных оттенков. Тем не менее, окраска красных, розовых, оранжевых, малиновых гранатов, например, альмандина, перопа, также обусловлена ионами двухвалентного железа. Но в этом случае, в окраске этих минералов, существенный вклад принадлежит полосам переноса заряда двухвалентного железа и трехвалентного железа. А вот ионы трехвалентного железа могут в различной степени поглощать световые волны фиолетово-синий и красный ближний инфракрасных областей спектра. Дополнительными цветами, в которые окрасятся минералы, будут, соответственно, желтый и зеленый. При высоком содержании трехвалентного железа в минералах, в его оксидах и гидроксидах, возникает желтая, коричнево-буровая, красно-коричневая и красная окраска. Ну, вообще, как мы видим, содержащие железо, трехвалентное железо-минералы могут приобрести зеленую и желтоватую зеленую окраску. Ну, в качестве примера можно привести вот у нас на слайде, допустим, зеленые гранаты, демонтоид и красуляр, а также темно-зеленые шпинели, например, ганит, хризоберил, эпидот. Последний даже может не иметь желтоватого оттенка, то есть быть чисто зеленым. И ряд других минералов. Что такое карат? Этот термин достаточно широко распространен и в ювелирном деле, и в гемологии. Об этом нам расскажет наша ведущая Ольга Гладкова. В эфире рубрика «Мир драгоценностей». Ювелирные камни оцениваются из расчета стоимости единицы массы, в качестве которой обычно выступает метрический карат. Один карат равен 200 миллиграммам. Цена за карат для крупных ювелирных камней без дефектов или с допустимыми дефектами, как в случае изумруда, непропорционально выше, чем для мелких камней того же вида и качества. Очень крупные, уникальные камни вообще оцениваются сугубо индивидуально. Классификации, отражающие относительную ценность ювелирных камней, базируются на стоимости рядовых мелких камней. Например, рядовые камни изумруд или рубин стоят дороже, чем алмаз той же массы. Но очень крупные алмазы, бриллианты, оцениваются выше всех других камней того же или близкого размера. Вот как раз у нас здесь представлен ряд камней, которые можно посмотреть. Вот здесь у нас есть и топазы, и вот здесь янтарь. Конечно, янтарь у нас по каратам не оценивается. А вот рубины, которые мы видим, розовые камни, да, вот они оцениваются. Здесь вообще представлено множество камней. Хризалит, лунный камень. Вот хризалит тоже у нас присутствует в ювелирных украшениях. Цена за карат у него относительно невысокая. Янтарь, лабрадор. Ну, лабрадор это уже камень полудрагоценный, согласно одним из классификаций. А вот выше мы видим опять-таки рубины, цена их за карат достаточно высока. И вот голубой камень это топаз. А темно-синий рядом с янтарем это у нас сапфир. Ну что ж, спасибо, Ольга Викторовна. На сегодня все. До следующей передачи. Различают минералы с постоянной и непостоянной окраской. Минералы с постоянной окраской всегда имеют один и тот же определенный цвет, по которому можно их безошибочно определить. А вот в другом случае минералы могут изменять свою окраску в зависимости от состава примесей и условий образования. Следовательно, для таких минералов цвет не может являться важнейшим элементом диагностики. Например, минерал кварц. Вот у нас здесь на слайде аметист. А ведь кварц у нас может быть представлен самыми разными цветовыми гаммами. К примеру, он может быть бесцветным и прозрачным, горный хрусталь, дымчатый, о котором мы уже с вами говорили, раухтапаз, черным, марион, фиолетовым, это один из самых дорогих кварцев, аметист, который относится к драгоценным камням, желтым, цитрин и зеленым, хризопраз. Аметист – это одна из самых дорогих разновидностей кварца. Согласно ряду классификаций, ну, например, согласно одной из классификаций, аметист относится к драгоценным камням четвертого порядка. Согласно другой из классификаций, это уже камень драгоценный третьего порядка. А вот, например, некоторые другие кварцы, они стоят уже более низкую цену и относятся к минералам ювелирно-поделочным. Ну, тем не менее, встречаются минералы, которые имеют разные цвета в одном и том же кристалле. Вот такая, например, полихромная окраска, она характерна для флюорита. В одном образце могут наблюдаться зоны, окрашенные фиолетовой, желтой, голубой, серой, коричневой и розовой оттенки. Ну, вот если мы говорим вообще об окраске драгоценных камней, то некоторые минералы, они поражают своей окраской, ну, например, такие, например, как маховой агат. Вот у нас здесь как раз есть картина, в которой как раз есть образец махового агата. Этот камень достаточно интересный, потому что на самом камне фактически природа рисует целые пейзажи. И наиболее, конечно же, стоимость махового агата зависит от того пейзажа, который нарисован, природа нарисовала на данном минерале. И встречаются настолько уникальные и красивые образцы, которые могут посоперничать, ну, на мой взгляд, как собирателя минералов, собирателя поделочных камней и ювелирно-поделочных камней со многими драгоценными камнями, которые стоят значительно дороже. Ну, а в следующей нашей программе мы продолжим разговор о драгоценных камнях, поговорим мы об алмазе, самом дорогом драгоценном камне, и поговорим о тех бриллиантах, которые играли большую роль в истории нашей планеты. К сожалению, многие бриллианты не принесли счастья их обладателям. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.